Здравствуйте! В эфире программа «Жилищный вопрос» и я ее ведущая Екатерина Семченко. В заключительной части цикла программ, посвященных обсуждению сделок с недвижимостью с участием несовершеннолетних, наши эксперты расскажут, какие документы необходимо подготовить продавцу жилья, в котором прописаны или являются собственниками дети. В качестве экспертов в нашей студии присутствует руководитель проекта «Справочник. Квартирный вопрос» Ирина Гудкина и заведующий адвокатской фирмы «Юринформ-центр» Александр Петренко. Что надо сделать продавцу? Продавец, как он должен подготовиться к этой сделке? Или он не обязан никак готовиться? Если человек хочет, чтобы его квартира была продана быстро, дорого и приличным людям, то документы на эту квартиру должны быть в порядке. Причем в порядке не только с точки зрения буквы закона, но и духа закона, о чем несколько раз сегодня говорил Александр Николаевич. Квартира должна быть готова к продаже и с точки зрения документальной, и с точки зрения, как я говорила, документальной, эмоциональной. Чтобы покупателю не пришлось принимать решение. Я хочу эту квартиру, несмотря на ту нервотрепку, которая возможна, если будет что-то не то, или я просто хочу эту квартиру, потому что она мне подходит. Для быстрой и выгодной продажи обязанность продавца провести документы на квартиру в соответствии с духом закона и с буквой закона. Я хочу добавить, что не всегда заранее продавец может подготовиться к этому, потому что, например, если он продает квартиру единственную, где дети являются собственниками, покупает другую, например, большую квартиру, где та же дети становятся собственником, то начать подготовку документов к разрешению органов айпеки он может только тогда, когда уже нашелся покупатель на его квартиру, но ищется продавец той квартиры, которая вот как раз куда поедут дети. И вот здесь, когда люди пытаются работать без риэлторов, эта ситуация может растянуться на очень большое время. Вот когда найдена та квартира, куда предполагается, что поедут дети, оттуда предоставляются нотариальные копии документов в органы опеки, подаются заявления. То есть не всегда можно продавцу подготовиться заранее. И как раз отправной точкой начала его действий по подготовке к получению разрешения органов опеки является нахождение покупателя, который готов подождать лишний месяц в подготовке сделки, чтобы продавцы смогли защитить права детей и соблюсти все требования закона. Еще нужно подготовить ответ на вопрос, который вам обязательно зададут, когда придут смотреть в вашу квартиру или документы на вашу квартиру. Вопрос, куда поедут дети. Этого вопроса не надо стесняться. Не надо по этому поводу даже по телефону уже нервничать и говорить, это не ваше дело, почему я должен вам. Достаточно частная ситуация. Вам-то какое дело? Мы решим все свои вопросы. Вас не спросили, вам квартира нравится. Так вот, надо подготовиться к ответу на этот вопрос, отвечать на него спокойно. И прекрасно понимать, что если вы хотите продать трехкомнатную квартиру, купить однокомнатную, а разницу пустить на развитие бизнеса, но у вас при этом в этой квартире прописаны или являются собственниками дети, и это ваше единственное жилье, то вероятность получения разрешения на такую сделку и вероятность нахождения быстрого и выгодного покупателя на квартиру с такими документами, она ниже, чем в том случае, если вы продаете трехкомнатную, доплачиваете, покупаете четырехкомнатную или трехкомнатную большего размера. Соотносите свои пожелания, свою ситуацию с реалиями рынка и реальными законами, которые у нас существуют. На какие документы в первую очередь стоит обратить покупателю, вот когда речь идет о том, что в квартире дети. Ну, может быть, человек не хочет обращаться к риэлторам, мы уже эту ситуацию сегодня обсуждали, он хочет это сделать сам, сэкономить. Когда мне задают вопрос, на что обратить внимание в документах при подготовке сделки, я обычно отвечаю, обратите внимание на опыт и квалификацию юриста, которому вы поручите изучение документов и выставление требований о предоставлении новых. Это, конечно, шутка. На практике обязательно нужно требовать архивную справку о регистрации по месту жительства за весь период, с момента, когда это жилье стало принадлежать продавцам. Даже до приватизации, чтобы убедиться, кто там был прописан, куда и по каким причинам выехал, приняли ли участие в приватизации все те, кто должны были в ней принять. Если кто-то не принял, в частности, дети, было ли получено и исполнено предварительное разрешение органов опеки. И так далее, и так далее. Кто собственник, как будет строиться сделка, куда поедут дети, это финальные вопросы, где они получат собственность, если они были собственниками. То есть, по большому счету, на все. На архивные справки нужно требовать обязательно. Ну, а продавец, кстати, в подготовке к сделке нормальный, продавец ее заранее получит и с достоинством предъявит. А в каких случаях сделка может признаться незаконной? Еще раз, вот я хотела бы это понять. Ну, вот, допустим, человек приобрел квартиру, а потом выясняется, что у него ее забирают, потому что... Вот почему? Ну, если отвечать исключительно в отношении детей, как бы, это вот как раз совершение сделки без, если дети собственники. Ну, так скажу, права детей нарушены, по факту. Вот дальше это нюансы, собственники, не собственники, права детей нарушены. Вот хороший был пример, жили в трехкомнатной квартире, уехали в однокомнатную. Нарушены, права детей, безусловно, имели 50 метров жилой площади, стали иметь 18, да, 18. 30 для однокомнатной квартиры, это общее, да, 18. Ухудшение, ухудшение. Дальше это нюанс. Вот это вот, когда вам продавцы заявляют о таком, тут здесь нужно делать стойку. Понимаете? И либо отказываться, либо понимать, кто будет и как будет, анализировать более детально, в чем это не будет нарушением прав ребенка. Я могу сказать, например, трехкомнатная квартира принадлежала родителям на праве собственности, дети там проживали. Можно ли получить разрешение под однокомнатную квартиру? Наверное, единственный случай, если дети становятся собственниками вместо родителей этой однокомнатной квартиры. И хоть ухудшение по площади есть, там дети не имели собственности, здесь они получают. Здесь хоть как-то можно говорить о том, что права детей все-таки не были ущемлены, потому что за счет уменьшения площади они получили собственность. То есть и родители уже в этом случае даже в будущем не смогут претендовать на собственность в этой квартире? Да, совершенно верно. И то, я бы в качестве адвоката-покупателя постерегся и лучше бы не советовал. Безусловно. Понимаете? Потому что были у нас случаи, мы сталкивались с поддельными разрешениями органов опеки, правда? Просто подделали, а что там, степеней защиты у них даже не на бланках. Простая бумажка, круглая печать муниципального совета. Был случай поддельного разрешения органов опеки. Поэтому лучше на комиссию идти. Кто его подделал? Вопрос как бы, да. Вот опять же случай неисполнения условий. Причем бывали ситуации, когда родители даже не были виноваты. Вот они вложили в строящийся дом, застройщик обанкротится. У них деньги там, не денег вернуть, не недвижимость получить, а та продана. Забирают ту квартиру у покупателя, возвращают деньги. Вот такие случаи. От откровенного мошенничества до иных обстоятельств, по которым права детей были нарушены. А вот это нарушение права детей, оно доказывается судом? Судом доказывается, она доказывается суду. Доказывается суду? Ну, заявителем, истцом, который выступает в защиту прав. Кстати, сами дети достигают 18-летнего возраста, понимают, что родители их обманули, обращаются с иском к своим родителям. У нас даже были случаи, когда в 16-летнем возрасте ребенок предъявлял иск своим родителям, которые нарушили его права при совершении сделки. И суд восстанавливает ему срок исковой давности, понимая, что до 14 лет он не обладал правоспособностью, чтобы защитить свои права, нарушенные его родителями. С вами была Екатерина Семченко, а новый же личный вопрос мы обсудим в следующий понедельник.